Добрый вечер. Меня зовут Эллина Могилевская. И здесь я перед вами стою потому, что я ученица Лойзи Хэй, я и сама автор. Но я ученица Лойзи Хэй, очень люблю этого автора. И хочу вас познакомить с ее историей и с ее творчеством. Скажите, пожалуйста, слышали ли все вы знаете Лойзи Хэй? Все, да? Значит, тогда я могу вам не рассказывать ее биографию, а позадавать вам вопросики, да? Хорошо, мои дорогие. Кто скажет? В каком году родилась Лойзи Хэй? В каком году родилась Лойзи Хэй? Мы слышали, но так подробно, я не знаю. Ну, я почти 8-8-6 лет. Ну, 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 думайте, думайте. Хорошо, я вам молодец. В 26-м году. 8 октября, 8 октября ей исполнится 88 лет. А где родилась Лойзи Хэй? Ну, ну, вспоминайте. Ну, в какой стране? В Америке. В Америке, конечно. Все очень просто. Лойзи Хэй родилась 8 октября 1926 года. И родилась она в Сан-Диего, Калифорнии. И она родилась в малообеспеченной семье, прямо так скажем. И родители развелись очень быстро после того, как она родилась. И мама ее снова вышла замуж. И родила еще одну девочку. Поэтому Луиза почувствовала себя нелюбимой. В детстве у нее было очень непростое. Прямо скажем, нелегкое. И, наверное, вы тут читали ее биографию, знаете, что где-то в 5 лет ее и засел сосед. Этот сосед посадили. Она была очень запугана тем, что она боялась, что сосед сейчас из тюрьмы выйдет и ее бьет. Почему? Потому что мама ей сказала, ты сама об этом виновата. Ну, вы представляете, 5-летнему ребенку так сказать, да? На самом деле, изучая психологию, мы понимаем, что действительно Луиза Хэй очень искала любви. Она не чувствовала себя любимым ребенком. Поэтому она искала отца, искала кого-то, кто ее полюбил. И нашла человека, который ее вот таким образом полюбил. Будем так говорить. А когда я ей вспомнилась, где-то 13-14 лет, у нее началась новая беда, к ней стал домогаться ее отчим. И она убежала из дома. И она, где она только не побывала. Она мыла посуду, она работала на заправке. То есть везде и всюду. Но она везде искала любовь. И поэтому, как она говорит, она раздавала в поисках любви свое тело направо и налево. 15 лет она забеременея, 16 примерно лет на день. И отдала своего ребенка, девочку, через 4 дня на усыновление, как говорят, хорошие руки. Больше она после этого никогда у нее детей не было. Но она стала матерью для многих-многих-многих женщин и мужчин во всем мире. Что произошло? Как она стала настолько популярна, настолько знаменитой? И действительно спасением для очень многих людей. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что явилось таким толчком, что она стала изучать саму себя и таким образом помогла нам задуматься. А мы-то какие? Просите, пожалуйста, с дочкой своей она потом встречалась? Никогда. Нет. Никогда. Отдала и отдала, но ее больше никогда не видел. То есть была та и усыновление? Дочка сама по себе. Между прочим, Луи Закай сказала, что у ее дочки были, а у самой Луи Закай действительно очень длинные пальцы. На руках и на ногах. И она сказала, что если она вот увидит женщину, она ее узнает по вот этим пальцам, на руках и на ногах. У нас только были идеальные длинные пальчики у ребенка. А пыталась она узнать, что у этой дочки не видел? Я не могу вам сказать, что об этом никто не говорил. Ни она, ни вообще никто. Возможно, она отдала ее в такие руки, что условием было никогда ее не разыскивать. Но в 16 лет с ребенком она не могла явиться домой. Ее бы там никто не принял. И она приняла это решение. И это была одна из причин, почему в конечном итоге она стала познавать саму себя. Но у нее было еще много других вещей. Как-то подружка ей сказала, поехали в Нью-Йорк, и там мы с тобой посмотрим Нью-Йорк. Там она попала в модельный бизнес. Она высокого роста, достаточно красивая. Такая девушка выросла. Она попала в модельный бизнес. Очень долго была моделью, манекенщицей. А я однажды даже познакомилась с очень интересным мужчиной. Вышла за нее замуж. Прожила с ним, это был английский бизнесмен, прожила с ним 15 лет. Но представьте себе, человек, который имел хорошее образование, начал жить с этой красивой женщиной, но не грамотной женщиной, потому что нас в школу бросили очень много. И, возможно, это явилась причиной их развода. Они развились. В 49 лет Луиза Кэй осталась одна. Ни профессии, ни близкого человека, ни детей, никого. С мамой со своей она не общалась, с мамой жила с сестрой, с мамой она не общалась, то есть вообще никого. И Луиза Кэй впала в глубокую депрессию. И однажды, как это часто бывает в жизни, я думаю, что у вас такое тоже в жизни было когда-то, появился ангел, который сказал ей, что ты тут страдаешь? Иди вот туда-то, туда-то, и там произойдет с тобой чудо. Кто-то когда-то же вам сказал, приди сюда в белые облака, правда? Вы же тоже когда-то от кого-то узнали, да? Сами нашли. Сами нашли. Вы не могли сами найти. Ангел придел. Вот. Вот. А кто-то какой-то ангел вам сказал, слушай, такая интересная книжка, почитай. И что самое интересное, как правило, эти люди исчезают из нашей жизни. И так получилась Луиза Кэй. Она пошла туда, куда ее направили. Это был такой очень интересный, в Америке есть центр, который изучает науку разума, Science of Mind. Основоположник этого учения Эрвис Холмс. Это учение считается, начало свою жизнь официально в 1927 году. И вот она пошла туда, в эту группу, которая изучала это учение философское. Она пришла туда, она когда послушала, сказала, все, это мое. И она там осталась. Она стала туда ходить, учиться. Хочу вам сказать, что 49 лет, а вы знаете, 7 семерок, кто понимает в нумерологии что-то, да? Это поворотный момент. Очень важный такой момент. Она начала учиться, и она стала учиться, знаете, с таким, ну как бы, зверским любопытством. Потому что она узнала такое, это неграмотная женщина, она узнала такое, что, оказывается, каждая наша мысль отражается в нашем теле, на нашем здоровье. Она узнала, что, оказывается, мы сами создаем свою жизнь. Она узнала, что, оказывается, есть нечто, что-то свыше, что мы всего лишь частичка, уникальная, неповторимая, прекрасная частичка этого, что свыше. Она узнала, что, оказывается, не надо страдать, а свою жизнь можно изменить. Изменить в лучшую сторону. Каким образом? Изменив способ своему мышлению. Каким образом? Изменив свое отношение к жизни. Мы же как привыкли, что бы ни происходило, мы что делаем? Мы ищем виноватого. Правильно? Мы говорим, это он виноват, он, она. Если бы не они. Но когда мы на кого-то показываем пальцем, то три пальца показывают на нас. Правда же? И мы ищем все время виноватых извне, а нам нужно, оказывается, заблинуть сюда, себя, вовнутрь. И это очень непросто. Это даже в какой-то степени страшно. Потому что, очень хороший слоган был, у центра, вы знаете, на пути к себе, есть такая вероятность, есть шанс встретиться с самим собой. Так вот, действительно, встретиться с собой, узнать себя, увидеть себя, какой ты, очень непросто. Я вам скажу, я 23 года занимаюсь изучением себя, и сколько я слез провела, это вообще просто не передавать. Наверное, целую банду налила. Так вот, представляете, она пошла учиться, и там обучение, в этом колледже, 4 года, через 4 года она стала практиционером, или практишенер, в английском, она стала, у них, это приравнивается к психотерапевту, она стала работать, получила право работать с людьми, как консультант, как психотерапевт. 53 года. Какие клиенты, откуда, кто и что? И вот тут произошло опять очередное чудо. Пока она училась, в ее голове сложилась некая схема. Она узнала, что наша мысль запускает реакцию в театре. Верите вы в это? Так оно и есть. Так оно и есть, правда же? Если сейчас, вы на минуту прикройте глаза, и представьте себя сейчас, у себя дома, и вы, и пришла к вам в гости я, и вы решили угостить меня чаем с лимоном, и мы идем с вами на кухню, и вы идете, чувствуете свои шаги, вы подходите, берете рукой за ручку холодильника, вы чувствуете какое-нибудь механическое, чувствуете, открываете холодильник, открылся, там лежит желтенький, красивенький лимон, вы его берете в руки, он такой прохладненький, такие пупырышки, такой запах, и вы кладете на доску и начинаете нарезать тоненько, 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 один берете одну дольку и кладете на язык. Пошла реакция у всех? Есть? Абсолютно. Если я через 15 минут вам расскажу, эту же картину опишу, у вас опять пойдет та же реакция. А если я вам в течение всего дня, через каждые 15 минут, буду вам говорить лимон, 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 и еще завтра лимон, 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 что произойдет у вас внутри? Язва. Ну пусть не язва, но во всяком случае повышенная кислотность. Понятно? Вот очень простой, очень простой способ понять и любому человеку показать, как наши мысли влияют на наше тело. Каждая клеточка нашего тела слышит каждую мысль и соответственно реагирует. Поверьте, это действительно так. И если я говорю, допустим, какой этот человек противный, как он посмел мне что-то там допустим сделать, как это ужасно, что такие люди на свете живут, это ужасно, что в нашей стране или там где-то что-то, что бы мы ни делали, и пока мы это говорим, сидя на диване, глядя новости по телевизору, мы это все делаем где? В собственном теле. И все те образы, которые мы представляем, как это ужасно, даже если мы не перед телевизором, а мы посмотрели передачу и пошли на следующий день. Ты слышал? Нет. Ты слышал, что там творится? Да, я тебе сейчас расскажу. Ты представляешь? Нет, не интересно. Мы поиграем. Ну что такое? Да неинтересно. Да, я не буду, я не буду. И вот мы рассказали, человек слышал, да ты что? Боже мой, как ужин. Побежал, ты слышал, ты слышал, что там такое. И мы начинаем тиражировать, и вот таким образом действительно происходит цепная реакция, горе, беды, боли, заболевания и так далее, и так далее. В это можно верить, в это можно не верить. Но, как говорит Луя Захая, одна негативная мысль не сделает ничего в вашем теле. Она просто, как говорится, высохнет, как капля легкого дождя, и все. Но когда много этих мыслей, вот тогда превращается в лужа, лужа превращается в грязь, понимаете? И может даже появиться болото не торопиться. С этого начинается. Да, с этого начинается. Но это все можно изменить. Это все можно изменить. И вот таким образом Луиза Хэй создала метафизическую таблицу. Слышали про такое? Знаете? Как только вы вдруг заболеваете, а это может быть самым-самым, я не знаю, продвинутым человеком, возьмите, откройте метафизическую таблицу Луиза Хэй. К сожалению, не могу вам здесь показать ее, потому что даже не знаю, в какой теперь книжке вообще она есть. Есть ли она теперь... Но в интернете вы можете ее скачать. Потому что почему-то не печатают, тут не вижу я нигде ее. А она... А? А? В чем суть этой таблицы? Сейчас скажу. Она пишет заболевание. Она пишет какова причина, о чем вы думаете, какая невидимая причина вашего заболевания. И дальше она дает позитивное утверждение. Как надо думать для того, чтобы ситуация изменилась. Понимаете? И это метафизическая таблица. Это наше первое подспорье. Что сделало язык для нас, для всего человечества и мира, не только Россию? Вы слышали такое слово, как аффирмация? Слышали? Аффирмация. Аффирмация это позитивное утверждение. От английского слова то аффирм утверждать. Позитивное утверждение. И мы благодаря этим позитивным утверждениям можем очень даже много изменить в своей жизни. Что такое аффирмация? Вот берете из книжки, а в книжке очень много ее аффирмаций. Сами на каких-то таких бумажечках пишите. И держите на видном месте. Каждый раз можете вытащить новую. Аффирмации есть. Вот ее в этих замечательных карточках. Аффирмаций очень много в нее. Так вот. Если кто-то торопится, я вам все-таки дам маленькие подарочек, вы выберете себе именно ту аффирмацию, которая вам сегодня очень важна и нужна. Но тот, кто останется, учтите, у нас будет с 3 по 3, 4, 5 у нас будет конференция, то есть праздник, день рождения музыка, музыка, третий. Третьего числа мы будем праздновать нашего учителя, день учителя, октября. Мы будем праздновать. И вот этот билет стоит 4 900. Кто-то сегодня может его получить. Тот, кто будет участвовать в лотерее. Поэтому, может быть, есть смысл остаться. Но кто торопится всякие обстоятельства, сведетраве, вы можете прийти просто в 3 числе к нам в гостинице Измайла Бетта. Зайдите на наш сайт и вы все узнаете. Я не хочу сейчас тратить время на рекламу. У нас, кстати, на конференции будет выступать Наталья Толстая. Вот ее книги. Это книжка. И она будет проводить потрясающе совершенно. Извините за слово потрясающее. Но он вас действительно потрясет. Семинар. У меня еще мастер-класс будет. Вот семинар. Останови уход любви. Не дай зайки превратиться в козла. Я обожаю Наталью. Она очаровательная. Мы будем сейчас на книжной ярмарке. Это вообще фонтан. Она изумительная оратор. Прекрасная. Поэтому 3-го числа у нас будет шоу мастеров. Все будут представлять сами себя. Говорить вам, почему вы именно к ним должны пойти. Потому что за два дня 4-го 5-го 25 мастер-классов. 25 разных семинаров. И вы сможете пойти на тот, который вы выберете. И это будет стоить 4-900. Но плюс еще семинары будут. Но я не буду сейчас об этом. Вы можете об этом узнать на наших сайтах. Теперь еще что хочу сказать вам. Немножко еще истории. Когда закончила Луиза Хэ, когда закончила свое обучение, она думала, что ей делать. А так как она составила вот эту метафизическую таблицу, она решила из нее сделать книжку. И она пошла в одну типографию. Ей говорят, это не книжка. Потому что там просто болезни и какие-то слова. Это не детектив, это не любовный роман. И ей говорили, Луиза, ты никогда не будешь писать. Но она девушка упорная в свои 54 года, 53 года была. И видимо развод с таким богатым человеком не оставила без денег. она пошла и потратила свои деньги. Напечатала сейчас узнаете сколько. Назвалась эта голубая книжица. Первая ее книжка. Ее кончил ее бать, ты можешь исцелить свое тело. И она напечатала на свои деньги эту книжку, пришла к своим учителям и стала дарить эту книжечку. И один из ее учителей, который говорил, Луиза, не заморачивайся, никто это не будет не печатать не читать. Он говорит, ну что, Луиза, ты что, наверное, напечатал? Вот какая ты молодец, какая ты настойчивая. Она говорит, я напечатала пять тысяч. Он так никогда это не продажет. Она говорит, а я и не продавала. И она уехала в Лос-Анджелес. И полгода, пока она ждала квартиру, она ходила на пляж, загорала, знакомилась с людьми и раздавала как свою визитку эту книжку. И таким образом она стала весьма популярна. Это во-первых. А это был год, когда появился спид в мире. И она собрала год всего. Никто не знал, как это аукнется, как это отзовется. Она сказала, спида нет, есть дефицит любви. И давайте учиться любить друг друга. А ведь действительно в то время спидом болели в основном это люди нетрадиционной ориентации. А кто в слух заявлял практически почти в слух о своей нетрадиционной ориентации? Это люди богемы, музыканты, художники, певцы, как правило. И они были изгоями в обществе. И она стала собирать группу и говорит учитесь любить. Учитесь любить себя. Да вас никто не любит, но вы учитесь любить себя. И у меня есть видео, где она для большой группы показывает, она изучила рейки, как действительно по-настоящему любить себя. И что Луиза сделала? Она такую большую группу собрала, что эти люди в благодарность стали ее поддерживать. И сказали, Луиза, ну не может то, что ты говоришь, оставаться только в нашей группе. Давай записывать будем. А у них же студии записываются, как это, звукозаписывающие для пластинок, да, тогда делали еще пластинки, кассеты только стали появляться. И они ей сказали, давай записывать. И появились у нее первые записи. А эти записи надо тиражировать. И они сказали, Луиза Хэй, белый центр, мы тебе поможем. И вот так появился Хэй Хаус 35 лет назад. 30 лет назад. Так вот, можете себе представить? И она стала писать еще другие книжки. Она вообще-то написала 17 книг в общей сложности. Так вот, эти книги стали пользоваться необыкновенной популярностью. Ты можешь «You can fill your life», ты можешь исцелить свою жизнь, исцелить свою жизнь. Чудесная рабочая тетрадь. Необыкновенной красоты. Посмотрите, с какой любовью все это сделано. Где вы можете карандашом сами делать упражнения. она написала книжку «Медитация», книги «Рафирма». То есть много самых-самых различных книг. И они были все переведены. К сожалению, величайшими. Они были не очень хороши. Не очень правильный был перевод. Но об этом немножко позже. Но я хочу вам сказать. Как я стала ее единственной ученицей? Что произошло со мной? Я жила как обычный человек. Как все. Мама, папа, дети, внучки. Вот. И про язык я ничего не знала. И жизнь меня так закрутила. Я так заболела. Я просто не знала вообще, что мне в этой жизни делать. И это был 91 год. 91 год у нас был прямо скажем мне самый радостный. Правда же? И я так разболелась. Я пошла искать где я смогу вылечиться. Каким образом. А я медик по образованию. Я из семьи врачебной. Поэтому естественно, что я искала врачей, которые мне помогут. Представляете? И меня жизнь свела с моим первым учителем Михаилом Михайловичем Жипековым. И когда я у него училась, вышла самая первая книжка лу языка. Это маленький такой формат такого размера, журнальчик. Голубой тоже голубого цвета. Как веселить свою жизнь. И когда я прочитала, сказала, вау, я хочу. Я хочу быть как Луиза Хейд для своей страны. И жизнь меня закрутила таким образом. Просто вы не представляете вселенную. Мне дали учителей. Я уже в 92 году я уже основала центр. Можете себе представить, не имея психологического образования. У меня вообще природный учителя, но тут меня вдруг извините за грубое слово поперло. У меня появился центр. Я стала проводить семинары. Я стала учиться. Я продолжала учиться. Я двигалась перед и моя мечта самая большая это увидеть Луиза Хейд. Можете себе представить, когда обо мне узнали американцы, стали мне присылать приглашение в Америку на конференцию, то я все время неправильную аффирмацию составила. У меня такая была картина большая, Нью-Йорк, то ли рассвет, то ли закат, но очень красивое такое небо, еще близнецы тогда стояли, и самолет, а я жила на Фрундецской набережной, вы знаете, касса работа, и тогда в России были одни билетики, а за границей другие. Мне девочки дали этот бланк, на нем было написано Америка, я сделала такой себе калаш и аффирмацию, что я лечу в Америку, когда буду в совершенстве знать английский язык. Нормальная аффирмация? Да сами они не знают свой язык нормальной в совершенстве. и я отбросила себя таким образом на несколько лет, потому что я считала, что я не могу туда поехать с плохим знанием английского языка. Но при этом я все время учила язык. И вот мне присылают приглашение на одну конференцию, на другую, а у меня же офис напротив Кремля, и я прихожу, читаю, нет, и однажды случайно, ну вы же знаете, это случайно, это случая, потому что никогда не было ничего случайного. Мы готовились к Новому году, и мы готовили такие, посылали тогда почты, поздравительные открыточки. И сидели волонтеры, один писал значит адрес, другой подписывал значит поздравление, третий делал какую-то накличку, все это распределяли нас, значит, кто в почтовой ящике это бросает, и я такая захожу и с почтой открываю, открываю письмо. Опять меня приглашают на конференцию в Америку, и только я хотела выбросить, а сидит волонтер, и она говорит, Ангелина, какая вы счастливая, если бы меня хоть кто-нибудь бы пригласил, да я бы уже бегом бежала в американское посольство. Первое желание мне было сказать, да мне денег сейчас есть. стоп, я уже три года как проводила семинары по процветанию. Прикусывая язык, да ну такой холод, в американском посольстве, там какие очереди, три раза вокруг, она говорит, а я пойду утром займу вам очередь. А сотовых телефонов тогда не было. И она говорит, я вам с шесть утра займу, вот как метро откроют очередь, а потом вы подходите в десять часов. вот представьте человек с утра стояла, держала мне очередь. И когда я подошла в десять часов, я уже была почти у порога. И меня заходило в американское посольство, меня вот так вот все трясло. Почему? От страха, что мне откажут, что я недостойна. Нет страха, что согласятся. Нет, страха, что мне откажут. Я же выловила этот страх, что мне откажут, что я недостойна. Кто я такая? Английский я не знаю. Я так благодарна этой ситуации, потому что я смогла вытащить это все из себя. И когда тогда без всякого я подошла, сказала, вот мне предложение, мне тут же раз я заплатила, и надо было через три часа пойти получить паспорт уже с Лизой. А рядом около Бевого дома живет моя двоюродная сестра. И я думаю, ну что я буду бегать туда-сюда, и я пошла к ней чайку попить. Прихожу, говорю, вот виза у меня будет сейчас, а денег нет. Она говорит, а сколько тебе денег надо? Ну я не знаю, ну тысяча, полторы долларов. Пошла, вытащила, вот тебе полторы тысячи долларов. Вы не представляете, сказочно все произошло. И я начала собираться. И все, так дорого визу стоила. Да нет, на дорогу же надо было. А, на дорогу. Конечно, наш полополитет. Представляете, я начала собираться, все зашибушились. Кто-то мне давал деньги, кто-то мне давал какие-то подарки, сувениры приносил. Но обязательно для Луизы я понятия не имела, где она живет. Я понятия не имела, как ее найти. Но, представляете, я везла цены, чемодан, подарков для Луизы. И можете себе представить, я прилетаю, меня встречают мои, ну там, знакомые попросили меня встретить. Сажают меня в машину. Я еду, называется бульвар Холливуд. Длинная, длинная улица. Меня везут еще гастроном, книги, там еще что-то такое, ресторан, все по-русски. Слушайте, ребята, я не в Одессу прилетела, где я нахожусь вообще. А там жили вот русские, и это был их район. А когда был в первый раз? 97-й. А, это был Брайтон. Нет, это был еще не Брайтон, это был Бульвар Голливуд, это был Лос-Анджелес. Ну тоже, а, все, Брайтон. Брайтон, извините, там тоже есть такое, ну там тоже есть такое, ну вот. И вот, можете себе представить, я иду на первую конференцию, на конференцию по науке разума. Единственный вообще человек впервые из России. Я весь свой английский потеряла. Я все забыла от страха. Ну а вселенная тут распорядилась. Мне дали красивого, высокого человека, мужчину, который изучал тоже эту науку разума, который был из Киева, знал русский язык. Прекрасно. На шикарном Лексусе у нас тогда Лексус еще в Лексиконе не было. Белый Лексус. И он за мной заезжает. Весь такой себе красивый. Мы подъезжаем, выходят швейцары в таких ливреях, это Universal Studio и напротив Universal Studio и гостиница, где все звезды останавливаются. Представляете, у меня вот так все колотило от страха. И мы едем в вечерний вечеринка, мы встречаемся с американцами, которые меня уже знали, которые прилетали. 44 американца было когда-то, я встречала, все, все, я работала за это время. Это не просто так свалилось, на меня такое счастье. И на следующий день я должна была с вещами прийти и занять свой номер в гостинице одноместный, для меня приготовленный. знаете, я не могла приехать со своими чемоданами в гостиницу. Я взяла пакет, как будто я шикарно в магазин, кинула туда зубную щетку, косметику, в рубашку, там можно переодеться. И я с этим могла. И так я ходила к своей вот этой приятельнице, которая жила, и переносила потихонечку свои вещи. Потом наконец собралась духа, купила чемодан, и все я от страха даже не знала, что стоимость гостиницы включена завтрак. Я не знала, что можно ходить в бассейн купаться. Это не первая ваша страна? Первая. Нет, страна не первая, но Америка первая. Конечно, я до этого ездила в 75-м году в Германию, в Венгрию. Ну, конечно, не представляете, какой хороший тренинг я прошла. Я наблюдала за собой. Но за эти 5 где-то дней мой язык, как этот самый у Высоцкого, мой язык как шнурок разрезался. Я начала говорить по-английски. И потом я набрала кучу подарков. Я везде у меня такой бэджик на груди был написан. Доктор Ангелина Могилевская. Москва, Россия. Я подходила и говорила по-английски. Здравствуйте. Вот я из России. Из России! Из России! Я даю матрешку. У меня были такие маленькие матрешечки, три штучки. И я говорю, вот смотрите, это тело, это душа, это дух внутри нас. А когда мы изучаем нашу философию, тогда у нас происходит наоборот. Вокруг нас дух внутри наша душа такая большая, большая, красивая, чистая, наполненная любовью. И тело, и это все нас окружает. И вот это все нас гармонизирует. И они, люди, авторы, известные, достаточно, там много было, они меня слушали, делали у меня какие-то подарки, мы фотографировали, и у меня такое, тогда пленки надо было печатать. на факт то, что я одна, да, и я была вооружена. У меня был такой альбомчик, фотоальбом, где были фотографии нашего центра. Центр нашего все работал. Вот мы празднуем день рождения, вот мы празднуем там Новый год, вот мы делаем то-то-то-то. А вот я провожу семинар по методу Луизе Хэй. И у меня была фотография, я в Ейске проводила, и пришли люди, женщины, достаточно молодые женщины, и две бабушки, вы знаете, вот два ангела, беленьких таких платочков, голубых глазах, сказочные. И упражнение нужно было нарисовать своего внутреннего ребенка. И те две бабушки нарисовали такую красоту, и я сфотографировала. И вот это, я говорю, вот упражнение из Солени внутреннего ребенка, я проводила семинар по методу Луизе Хэй. И на меня так смотрят, а ты хочешь с Луизе Хэй познакомиться? Я думала, вообще руку на месте. Я говорю, конечно, хочу. Ну, хорошо. Завтра я тебе скажу. Меня вот так вот колотил. На завтра она говорит, Луизе Хэй приглашает нас к себе домой на обед. Позвони по такому вот телефону. Я позвони. Я в такой панике. Кричу. Грегори! Этому красавчику наверх, на себя. Грегори, нас приглашает к Луизе Хэй. Позвони, выясни, узнай, куда ехать, когда, как, что. А, боже мой, Ангелина, ты мне такое счастье принесла. В Луизе Хэй попасть нереально. Ты мне такой подарок сделала. Конечно, я тебя везу. И вот у нас первая наша с ней встреча, вы знаете, это была, ну, скажем, выходит женщина, здравствуйте, такая вот, прямо, знаете, 71 год, и она у нас прекрасно. И она начинает с обмен такой любовью, подачкой. Дома у нее? Ну, прямо дома. В каком месте? Солана Бич. Между Лос-Анджелесом и Сан-Диего. Прекрасное место, двухэтажный дом. И она мне там показывает. Мы ходим везде, она там кролика разводит, она там сажает салатики какие-то, то есть руками, вегетарианка, вся такая, 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 такая. А я у меня, я не могу поверить в это чудо, в это счастье, что я вот у Лозы приду. Представляете? Я ей такую куклу подарила, мне такая девочка была у час, она делала куклы народов России во всяких русских вот таких красивых значит, костюмах. Вот. Я ей подарила эту куклу, эта кукла у нее в кабинете в другой раз сколько была, она висит у нее. Вот. Представляете? И вот я, я, конечно, была в необыкновенном востоке. Когда я приехала сюда, опять-таки, вселенная распорядилась, я в тот год три раза была у нее. Я была у нее в офисе, и потом я попала к ней на учительский тренинг. Мне так повезло, что я училась в языке. Потому что на следующий год еще один прошло, учительский тренинг где я училась, уже как этот самый ассистент, учитель учителей, и все. И она перестала самолично участвовать. Ну, 72 года человеку. А я вам хочу сказать, я ее прекрасно понимаю, потому что мне 72 года. И я решила, что я буду, я бабушка, два раза бабушка, два раза прабабушка. И когда моя невестка, моя внучка старшая забеременна решала, мне надо отдать детям долги. И помогать им растить детей. Я должна стать очень такой пристойной, благополучной, замечательной бабушкой. Я должна быть свободной, я почти свернула все семинации. Потому что я сижу и жду, когда мне позвонит внучка, скажет, ты можешь, Арсений заболел, посидеть с ребенком? Да, конечно, я бегу туда посидеть с ребенком. Потом моя вторая внучка родила девочку вот год и восемь месяцев. И я решила, что я, наверное, вообще даже из Москвы не еду. Она в другом городе живет. И поеду я, наверное, помогать. Как вы думаете, чья это была мечта? Моя. Я им ни с какого боку вообще-то не нужна. Потому что у них свои бабушки подрастают. Сейчас одна через год, вторая через два года уходит на пенсию. нафиг я им нужна. И они говорят, Ангелина, они ко мне так обращаются, они мне говорят бабушка. Мне никто бабушкой не назвал. Они говорят, Ангелина, занимайся лучше своими делами. И я такая, конечно, у Луи заходите, нет. Она может заниматься своим бизнесом. А мне надо с детьми. Что это, как не гордыня, да? Вот. И тут самым чудесным образом я попадаю на семинар просто волшебным образом. И я прихожу на семинар и такая вся из себя упражнение. Ой, я еще в прошлом веке в моей книжке, в моих семинарах я это делала. Ой, это я знаю, это я все знаю, да? И он говорит, Крис Ховард говорит, идите домой, ложитесь спать, завтра я вас жду. Постарайтесь заполнить, с какими мыслями вы проснетесь. И я просыпаюсь всегда очень рано. Я начинаю молиться очень рано, делать рейки себе. И вокруг меня собралась толпа духов. Это была такая плотная энергетическая оболочка вокруг меня. Я не знаю, сколько. И мне идет такой посыл. Как тебе не стыдно? Когда-то 23 года назад ты сказала, я хочу. И мы тебе помогли. У тебя не было специального образования психологического, не было тогда. У тебя не было того. Мы тебе прислали людей, мы тебе прислали учителей. Если я буду долго вам рассказывать, это волшебным образом я попадала учиться везде. Точно так же, как и Клоуизи Хея попала волшебным образом. И у тебя того-то и того-нибудь. А сейчас у тебя 30 моих книжек. Все. Нет, вот последние остаточки, которые тут есть. 30 у меня было издано книг. У меня куча семинаров. У меня масса людей, которые меня знают и которых знаю я и люблю. И ты хочешь просто так все это свернуть и помойку выбросить. я сказала, у меня такой жар просто пробился. Нет, нет, я хочу. Луизи Хея 87 лет. Она возглавляет Хейхаус, огромное издательство. Она каждые два месяца открывает очередную конференцию. В разных штатах летает. Это 87 лет. Я сейчас говорю 88 лет. А ты крепко здоровая абсолютно. Молодая еще. Хочешь вот это все свернуть? Вы знаете, я встала, я вот как будто я переболела. Вы знаете, когда была жуткая температура, утром просыпаешься, мокрое, все, и вредная такая вот слабость. Я поползаю. Душ встала и сказала, все, я начинаю. И я провожу первую конференцию. международную конференцию. Луиза Хэй проводит конференцию, которая называется I can do it. Я могу сделать это. На протяжении нескольких лет. I can do it. А у нас конференция, если я могу, ты тоже сможешь. И все вы сможете. Поэтому у нас называется If I can do, you can do. Ты тоже сможешь. И мы делаем нашу конференцию вот, 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 Это наш девиз. Вы скажете, а где тут Луиза Хэй вообще? Хотя мы поздравлять будем третьего числа, именно ее с днем рождения. В чем дело, почему? Я очень люблю Шагала. И Шагал художник сам моего, своего, как бы это сказать, не детства, он же был раньше, мы его и не знали, но когда я о нем узнала, я просто обожаю эту картину, которая называется Прогулка. Шагал держит Беллу, свою любимую жену, как фланг. Любовь окрыляет. А у меня девиз был, знание окрыляет. И вот тут это все соединяется. Любовь и знание окрыляет. Если ты знаешь и любишь то, что ты знаешь и то, что ты делаешь, ты можешь. У у тебя крылья вырастут, потому что это конференция для лидеров новой формации. Узнал что-то сам, расскажи другому, помоги другому, подскажи, подтолкни, дай возможность проснуться другому. Ведь когда-то музыкой для нас пробудила в 49 лет какая-то женщина, которая не пришла сама, и больше она ее не видела. У меня случайно все произошло, абсолютно. газетку прочитала, что вот там школа духовно-национального целительства, а у меня я так болею, вот там меня вылечат, я пойду туда сейчас, потому что врачи давали мне амитрептилины, там вообще ужасное лекарство. Я от него в общем остановилась. Понимаете? Я пошла туда, пришла туда, он говорит, читаю дальше, мы вас там вылечим, потом, если у вас есть какие-то способности, мы значит вас протестируем, проконсультируем, вылечим, а в конце идет, а если вы действительно обладаете какими-то способностями, мы вас научим. Я скажу, я пойду туда, сейчас 3, но он в оконе, сейчас меня вылечат, научат, проконсультируют, все сделают. Пришла туда, и он меня взял к себе на работу. Так вот, я вам хочу сказать, все это со мной произошло не потому, что я какая-то особенность, а потому, что я очень верю в то, чему я научилась за эти 23 года. И бывают у нас взлеты и падения у всех. Я вам всем хочу сказать еще один секрет. Кто помогает мне закрыть, как вы думаете? Еще кто? Высшие силы это ангелы. И когда я у нее была в 2006 или 2007 году в Лас-Вегасе на ее конференции I can do it, я там уже читала Дорин Бёрчу, уже знала о ней, и я там по знакомству прошла семинар по работе с ангелами. И я хочу вам сказать, что никогда у Луизы Хэ весь дом ангела. Она никогда ничего не начинает, пока не спросит об ангелах, у ангела Берменки. И вот она, допустим, вот такая, я думаю, что там есть карты ангела, да? Можно даже принести, показать. Я думаю, что, например, у меня вот такая маленькая колонна. Она мне очень нравится, я ее люблю. Она удобная, вот я ее в мешочке ношу. И когда мне нужно что-то, я беру и спрашиваю, и спрашиваю, какое качество моей души мне сейчас необходимо развивать, каких ангелов в свою жизнь нужно привлечь, чтобы все то, что я хочу, произошло. У меня сегодня ангел выпал, это человеческое единство. Я уже сегодня на второй встрече. Уже это единство происходит. Так вот, и я беру, когда вот вы сейчас в сессии захотите купите карты ангелов, беру, и я задаю этот вопрос и тасую. Тасовать ни в коем случае нельзя вот так врезать, как картежники делают. Только через обочек. И только думать об ангелах. О своих качествах ангельских, потому что вы все ангелы воплощенные. Подержали, взяли свои крючки, да? Вот так стукнули, так ли, так ли, как вам удобно, чтобы перемешался. И вот это вытаскиваем. Мы сейчас посмотрим, какой счасть нас ангел сопровождает. Это ну вообще отрешенность, от суеты, от всякой ерунды. У меня есть четкая цель, я сфокусирована на этой цели. Вот. Я сфокусирована. Нет, это немножко не то. Нам Дорин Верчу картура. А, это вот, вот Владыки, да? Маловато, да? Ну ничего, мы посмотрим, какие. Вот. А, вот тут, оказывается, даже открыта одна, можно посмотреть. Какие красивые. И тут есть обязательно в каждой коробочке инструкция, в каждой коробочке. У нас, кстати, будет на конференции, много будет карты. Так вот, значит, что я хочу вам сказать. И вот я беру эту карту, то есть целый день она у меня сопровождает. Вечером, ну я, честно говоря, целый, еще и спырсит. А утром я беру, благодарю, спасибо, дорогая. Тут еще есть аффирмация, тут есть распечатка или в книжечке. Вот. И вот аффирмация такая. Я освобождаюсь от всех и всего, что мне мешает, да? Мой дар свободы. И я действительно этот проект, три месяца мы его готовим, и он у нас сейчас сентябрь, уже меньше месяца осталось, мы запускаем этот проект. Знаете, сколько страхов натерпелось? Вы даже себе представить не можете, потому что совершенно другая жизнь у меня человека. Я хочу сказать, если я могу, вы тоже можете. Я никогда не подписывала ни одного договора. Что я пережила, когда мне надо было идти, подписать договор об аренде 225 тысяч. Первый раз в жизни подписать такой договор. Я наблюдала за собой. Вселенная сказала, знаете, как в Ветхом Завете, когда привел своего сына убивать, как его? А? Абрам. Абрам. Привел своего сына отдать жертву. Положил его на камень и только занес свой меч, как появился андрей, сказал, я заменяю эту твою жертву на барашка. Помните эту историю, да? Да? Абрам. Я тоже жалко. Ну, так что вы думаете? Когда я пришла со всеми уже, сказала, все, я подписываю, мне сказали, идите. Нет. У вас неправильные документы, надо их переделать. В этот день я нашла другое помещение на одну треть дешевле. Понимаете? Вот так меня просто вселенная отвела от этого места. Менее, да, престижное, но менее удобное для всех для нас. А там, где мы сейчас будем, там гуляй не хочу называется. Удобный, просторный, прекрасный. Представляете, вот вселенная нас всегда сейчас всегда нас выручает, когда мы ей полностью доверяем. Когда мы четко сфокусированы на том, что мы хотим. Я вам обещала подарки, подумайте, пожалуйста, сейчас. Какой, какой знак вам вселенная сейчас вот даст на ваш вопрос? Какой-нибудь подумать на вопрос? Возьмите, Света, иди сюда. Наш директор по связи. Директор будет в репис. Какой знак мне сейчас вселенная дает для того, чтобы я могла, допустим, выполнить то, о чем я мечтаю. Что мне нужно, о чем мне нужно думать? И вам, Светлана, сейчас раздавь, возьмите себе по афирмации. Дальше. Света, не хочет победить. Пройди, пожалуйста, дальше. Я ему сама руки я дам его выключу. Я вам сейчас прочитаю. Одну, пожалуйста. Посмотреть, что у нас стырол. Что принимаете за истину, вне зависимости от того, что действительно ну как, простите, что принимаете за истину, не зависимости от того, где это так. То и станет. То и станет, что реальность. Подержите, тут вот вы, не стырол. Спрашивайте. Пожалуйста. Так вот, я вам говорила, что мы разыгрывать будем один билет. Пожалуйста, я вам даю карточку, кто хочет участвовать. Напишите здесь, пожалуйста, четко, только свое имя. Напишите, пожалуйста, четко номер телефона и самое главное, это четко электронную почту. Если вы не хотите телефон, электронную почту, во-первых, мы гарантируем, что мы никому посторонним раздавать не будем, ваши данные, то напишите или телефон, или телефон. Понятно? Кто будет кому дать? Вооружитесь руками. Вы, что лучки, лучки? Лучки у вас, Вы будете? Нет. Именно. Прямо сейчас. Прямо на месте. Кто-то из вас будет на билет, скажем, кто-то. Фамилия, писатель или имя? Фамилия обязательно. Имя и фамилию. А как мы вас не могли не могли подпочить? Так, будете? А теперь это вам, да. А теперь послушайте еще что вам я хочу вам рекомендовать. Будете? Нет. Возьмите. Будете играть на бутыре? Ну, смирее, смирее. Пока вы заполняете. Вы прочитали свою аффирмацию? Прочитали аффирмацию? Своё имя, фамилию, свой телефон, электронную почту или телефон, или то и то, что хотите, как хотите. Пустые бумажки мы не разыгрываем. Я вам очень рекомендую, вот вы взяли, это что, только две у нас коробочки карт, да, больше нету? Это вы отложили или нет? Это не отложили. Это нет. Нет, да? А я не знаю, почему там Дуренберг у них большая эта карта, но будут на конференции двух локов. Да, да. Вот. Теперь что еще вам хочу сказать? куда карточки власть? Сейчас. Сейчас. А когда начинается конференция 3-го числа? Какое время? В 18 часов. будет очень хороший праздник. Будет очень много подарков. У нас пропитинки, мы ждем много людей, но тем не менее никто не уйдет без подарка. Потому что все мастера дают свои какие-то книжки, диски, какие-то сувениры. У нас из Якутии Снежана Тихонова, может, вы слышали про такой она будет у нас выступать, проводить семинар очень сильный. Она занимается у нее фуншуй, она очень сильный мастер. Красотка необыкновенная. У нас такие красавицы, девочки, мальчики, даже себе представить можете. Например, у нас Ирина Мирошниченко. Это не актриса, нет. Ирина Мирошниченко психолог, которая проводит уникальный кинотренинг. Можете себе представить? И мы ее ставим в конце, потому что она показывает фильм, Афин любовник из будущего. И она останавливает их и говорит, просто комментирует, что произошло в этой сцене. Она психолог, очень известная, сейчас она в Алма-Ате. Необыкновенная красотка сама по себе. У нас Наталья Мирошниченко, которая занимается и говорит, репродуктивное здоровье женщины в руках мужчины. А репродуктивное здоровье мужчины в руках женщины. То есть она такие, у нас ярко кисюра приезжает, это наши звезды. красотки. Бьярка кисюра приезжает в оперницу. Она сексолог, необыкновенная женщина-красотка, которая помогает, она говорит, что ну как сделать так, чтобы, не говорю же о Наталье, которая рассказывает о любви, как о взаимоотношениях, вы можете, у меня очень много роликов о Наталье. Бьярка говорит, как сделать так, чтобы у вас 24 часа был не просто секс механический, а такая любовь, которая вас вот, ну, все время подпитывает и держит вас. Понимаете, у нас уникальные, необыкновенные мастера. Вы можете раздать. Скажите, это все подряд будет идти или одновременно? Как мы это на все попали? На все попали? Вы не можете, потому что у вас два дня. Вот здесь мы вас тренируем. Право выбора у вас. И вам надо будет выбрать, потому что у нас за этот билет вы можете пройти 25 мастер-классов, если будете бегать туда-сюда. А бегать туда-сюда вам не дадут. Вам надо будет выбрать 5 мастер-классов в один день, 5 мастер-классов по ушной, 5 линейок. 5 мастер-классов в другую. А может быть придется ради того, чтобы пройти платные у нас там еще будут семинарчики шикарные, вот, отказаться от какого-то мастер-класса, а купить себе билетик на семинар, вы выберите, вы сделаете выбор. Понимаете как? Но эта программа у нас необыкновенная, у нас есть золотой билет. А? Четвертый и пятый семинар, не третий. Нет, третий просто брать. Приходите все, а? Тречень, участие. Чего тречень? Участие. Да, конечно, конечно. Пока нет. Как нет? Вот, извините. Нет, пока нет. Она продается вам, да? А? Нет, нет. Возьмите, вам не будет пара, возьмите. Так вот. А? Это Чунжи. Как? Чунжа. Садостанок. Нет, нет, пока нет. У нас хоть и международные, но пока нет. У нас и в Италии, Мася, у нас интересные будут люди. Так вот, что я хочу вам еще сказать? Я сейчас ищу пакетик, куда мы положим ваши... Пожалуйста, вот кто написал честно, только честно, немножко чуть-чуть, а вот тут покидайте. Вам нужно тоже дать? Свои лимонные, я вас дам. Хорошо. Мы разыграем билетик. Я вообще всегда подарки всем раздаю. Я всегда подарки всем раздаю. Дорогой билет, конечно, как вы думаете? Своим автографом. Дать? Да? Вот видите. Я могу мужчину говорить. Знаете, я всегда на семинарах говорю, я обожаю мужчин. Я так люблю мужчин, поэтому я всегда работаю с женщинами. Потому что я хочу, чтобы мужчины были счастливыми. И делали счастливыми нашим женщинам. Передачу. Один только далёй. Один. Итак, я хочу, чтобы вы сейчас в данный момент задали мне какие-то вопросы. Пожалуйста. По Луизе Хэй, Дорин Вёрчу. Она, вы знаете, у неё настолько популярное сейчас издательство, одно из самых сильных издательств во всём мире. Ангелина, вот у меня такой вопрос. Я посмотрел, вы, скажем так, я когда читаю, немножко текст расплывает. Очки я не одеваю. Я смотрю вот из очков. Что вы планируете? Скажете, как вы одеваете очки или не одеваете? Вот вы знаете, я хочу вам сказать, я даже сама не могу... Я работаю связанно с текстом. Я интересую. Да, я тоже. Я очень много работаю с текстом. Понимаете как? Я очень много работаю с текстом, и поэтому она меня иногда накрывает. Я вдруг сижу, читаю, замечаю, что я читаю без очков. Потом вдруг иногда мои очки, но мне слабоватые. Я вам что хочу сказать. У меня очки, во-первых, никогда не говорите, что вы плохо видите. Это абсолютно неправильная фраза. Надо сказать, я не очень хорошо вижу этот текст. Запомнили? А вы ему помогайте. Я не очень хорошо вижу этот текст. Это первое. Дальше. Бывает иногда давление, где-то как-то перепад давления, внутриглазное давление. Я хочу вам сказать, Бог работает и через врачей, и через травки, через таблетки, через лекарства. Ибо все абсолютно есть Бог. Понимаете? Вот сюда можно кинуть. Все абсолютно есть Бог. Единственное что, как делали мои некоторые ученики, они прочитают Луи Захарю, слышат, говорят, все, приходи домой и всю аптечку в мусорную ведро. Ни в коем случае этого делать не надо. Потому что, да, бывают такие вот просто чудеса, как Луи Захарей. А у нее был рак, и она исцелилась от рака. Но она не исцелилась в один момент, что она сказала, оп, и все. Вот она, я здоровая. Три месяца она делала что-то со своим телом. Она работала с мыслями. Она чистила тело. Она соблюдала диету. Она очень здорово работала. Понимаете? И через три месяца у нее врачи обнаружили, что рака больше нет. И сейчас, конечно, умники, многие говорят, это все неправда, это подтасовка. Тогда, когда я с ней встретилась, вы знаете, я у нее конкретно заключение в кабинете. У нее дом, хороший такой, двухэтажный дом был. И у нее так заходишь, такой коридор написан для гостей. Приезжает кто-то ночевать тут, может, в этой комнате. Это комната, компьютер для гостей. И стоит компьютер, на котором написано, компьютер, Луиза, пожалуйста, не трогайте. Вам нужен компьютер, вы можете работать. Вот. И вот этот ее кабинет, где у нее стоял ее компьютер, и она мне показала вот мое заключение. И когда мы приезжали, потом, когда я училась еще, в августе, я приезжала к ней в сентябре, в августе, в сентябре, ну, неважно, в 97-м году я к ней поехала учиться, то я опять у нее была дома, и опять она показала всем. Понимаете, что действительно заключение было врачей, что у нее рак, влагалище. Понимаете? И потом заключение, что у нее этого не было, и операции она никакой не делала. Но при этом она действительно массажисты работали, акупунктура, диета, чистки, колоннотерапия, чего она только не делала. она делала абсолютно все и работала со своим сознанием. И с прощением, очень сильно работала с прощением. Понимаете, пока мы носим вот тут непрощение, мы не можем быть здоровы. Поэтому, когда у меня возникает конфликт, допустим, с женщиной, а я живой человек, он у меня может возникнуть, потому что любовь при самом стиле на море прекрасна. все равно волна может появиться и волна это не так плохо, зато на серфинге можно освоить серфинг. Так вот, я сразу говорю, мама, привет, потому что высунула голову моя обида на маму. А когда у меня конфликт с мужчиной, я сразу говорю, папа, привет, потому что значит, где-то всплыла обида на мужчину, кто самый любимый мужчина для девочки маленькой, это ее отец. Понимаете? И вот, когда мы это все начинаем изучать, все глубже-глубже начинаем понимать это, тогда действительно прощение, это уже, это сейчас в 21 веке, считайте, почти 15 лет прошло, 21 века, прощение это уже детский сад. Хватит прощать, надо начать благодарить, извлекать уроки из любой ситуации. И поэтому, когда у вас появляется какая-то обида, сразу подумайте, за что я этого человека могу поблагодарить? За что я могу сказать спасибо этому человеку? И сказать, я благодарю. К примеру, я прихожу на работу куда-то, я прихожу где-то как-то что-то, допустим, и вдруг там кто-то что-то, ну вот не делает так, как я хочу. Спасибо, тренажер. Значит, мне надо изменить какие-то условия. Значит, мне надо изменить мое отношение. Это не означает, вот мне задавали такой вопрос, на работе сотрудник все время там нарушает и нарушает дисциплину. Простите его, примите его таким, как он есть. Как это комедикаб этот? Ну что нам с тобой делать? Понять и простить. Как это? У нас что-то сотрудник, а с ребенком? Сейчас скажу, слушайте. Тогда, пожалуйста, подумайте и скажите, я тебя очень люблю, и поэтому я тебя отпускаю. Я на тебя уже натренировалась. Все, мы с тобой контракт разрываем. А тебе ребенок. Сколько лет ребенок у нас? Итак, что такое 15 лет? Послушайте внимательно. Когда вы родились, вы могли жить без взрослого человека? Нет. Вам, вам, у вас, обязательно к вам был приставлен взрослый человек, который вам помогал вырасти. Согласны? И вот теперь, вы выросли, представьте, вот я девушка, мне 13-14 лет. У меня начинает что-то, гормоны играть. У меня идет в теле такое изменение, как и у мальчика. Идут такие изменения, не уходите. А вы не писали, да, вы не хотите в лотерею? Нет. Сейчас будет. Так, телефоны есть. Так вы же можете не выиграть. билет, сидите. Так вот. Вы мне позволите. Сейчас. Итак, послушайте, у ребенка состояние, вам нужно это понять, у ребенка состояние такое, которое хуже, чем когда вы родились. Это абсолютно новое рождение. И он начинает, с одной стороны, он уже как бы взрослый, а с другой стороны, дитя-дитек. И с ним нужно, соответственно, разговаривать. И есть замечательная книга, прекрасный автор, «Пять языков любви». Пять языков любви. Разговаривать с ребенком нужно, изучая его пять языков любви. Это Гарри Чептон. Пять языков любви. Чтобы вы потом наберете пять языков любви, он вывалится все. А у него есть книжка. С подростком надо разговаривать. Совершенно по-другому. И нужно этому ребенку говорить, «Я тебя очень ценю, я тебя очень понимаю. Когда у меня было, если это мальчик, должен папа сказать, когда у меня были полиции, когда у меня было такое, когда у меня было такое, когда у меня были прыщи, я делал так, так и так». А женщина должна сказать мама своей девочке. Понимаете? Солнышко мое. У меня мама была, акушер-гинеколог. Она мне ничего не расскажет. Я все узнавала, пока ее дома нет. В ее книжках, в учебниках. Я знала про это. Почти все. Почти все. Понимаете как? А кто лучше расскажет обо всем, что происходит заранее, как не мама, которая любит своего ребенка? Что делать сейчас, когда ребенок уже во всю сопротивляется? Надо его ценить. И надо с ним разговаривать, по-взрослому, заключать с ним договора. Например, моя одна клиентка, у которой два ребенка, два пацана, очень обеспеченные, мама сидит дома. Мама сидит дома, только и натирает полы, готовит обед, стирает, убирает. Вот дети влетают, дети со школы. Не разуваясь, грязь на улице, они залетают, бегут по коридору, где-то там валяется куртка, там валяется рюкзак, у них этот ранец, там валяется туфель один, там другой один, а они несутся как сумасшедшие. И она за ними, она уже просто и страдалась. Потому что муж такой, что придет и увидит, если ты чем занималась. Ладно, это ее взаимоотношения с мужем. Что ей делать? Я ей сказала, наберись мужества. И когда они так залетят, в очередной раз, спокойно поговори с ним. Как? Поговори спокойно с ними. Сажаешь, кушай, кормить. Покормила. И когда они сытые, ты говоришь, дети мои дорогие, я вас очень люблю. И поэтому предупреждаю, если завтра вы сделаете так, как сегодня, она специально не убирала, подвела их в коридор. Если вы вот так завтра сделаете, то я открою дверь и выброшу все абсолютно в подъезд. Кто-нибудь поверил? Нет, конечно. На следующий день та же самая история. Открывается дверь, влетает эта банда, эти два пацана, все то же самое. И вот она, стиснув зубы, открывает дверь. И все летит с лестницы, куртки, тофли, эти, как, ранцы. И дети, аааа, мама, что ты делаешь? Ничего. Пока я не уберу, а вы не вычистите свою обувь, там, вы домой не пойдете. Я за вас, я вас предупреждала. Два или три раза было достаточно, по-моему, даже два раза, они еще раз попробовали. А дети что делают? Они же измеряют наши границы. Проверяют наши границы. Насколько мы можем терпеть, молчать и вот эти все унижения. И пытаться их переделать. Нет, это бесполезно абсолютно. Надо говорить, если ты не помоешь посуду, я не буду готовить. Не приносите продукты, где-то свой пирожок съели, дома никакой еды, до тех пор, пока не помоют посуду. Или давай договариваемся, ты все стираешь, а я иду готовить. Или я иду, допустим, стирать, ты приготовь. Все время в этом возрасте должен обязательно быть договор. Баш на баш, баш на баш, баш на баш. Понимаете как? Более того, ребенку еще нужно сказать, если ты этого не сделаешь, ну-ка придумай наказание. И выполнить наказание это надо. Понимаете? Держать надо. Даже, может быть, в какой-то степени ущерб себе. Я хочу вам сказать, у меня очень мудрый сын. Но он тоже был мальчиком 15 лет. Понимаете? Он тоже пробовал и курить, и выпивать. Все абсолютно было. И я не была тогда такая умная. Я и сама была дура-дурой. Но хочу сказать, что может быть, потому что вот моя внутренняя какая-то любовь к нему, она спасла, может быть, потому что, когда он вырос и стал отцом, он мне часто говорил, «Ой, мама!» Что? Три девки дома. Жена и две дочки. «Ой, мама!» Вот так он мне иногда. И я очень хорошо помню, как он воспитывал и говорил, «Девочки, сейчас все курят. Вот хорошие, дорогие сигареты, если вам надо, а бывает так, ой, бывает так, что так хочется закурить, пожалуйста, не курите нигде. Вот на кухне лежат сигареты, закурите дома. Обещайте мне, что вы никогда не будете курить на улице, идти с сигаретой и никогда не будете курить дешевые сигареты». Тебе, «Да, папа, обещай». Даже не прикоснулись. Мы идем с ним, поднимаемся по лестнице, они идут на какой-то дискотекон. Девчонки сигареты взяли, «Папа, мы не курим, ну что ты к нам?» Он мог так, вот такое дать им разрешение, которое являлось чистым запретом. Понимаете? То есть, вот это надо уметь, конечно, но это можно все делать тогда, когда мы открыты и говорим, «Ты знаешь, у меня тоже было так». И не надо стесняться. Луиза, как говорит, самая наша большая защита, что? Кто знает? Уязвимость. И когда я со своим Арсением на площадке гуляла, и он еще совсем где-то был маленький, он с этой крутилки упал. Упал, и у него такой страх. А я, слушай, как ты здорово упал. А я помню один раз, так навернулась, так разбил. Он так заинтересовался, как это я и падал. И говорит, «Твой папа падал, и мама, да все же падают, абсолютно». «Ну как ты грамотно упал?» Он перестал бояться того, что его поругают или осудят. Вот это самое главное. В ребенке нужно найти вот ту самую чудесную частичку и раздувать вот ее. И говорить, «Какой ты молодец!» даже если он в течение всего дня делал что-то плохо, но что-то сделал хорошо, забыть про это плохо. Надо все время говорить, «Какой ты молодец!» и «Какая ты молодец!» «Какая ты умничка!» «Я тебя люблю!» «Я тебя хвалю!» «Понятно?» Мы не хвалимся у детей. Второе, мы их не любим. Мы за них боимся. Понятно? Мы за них боимся. А там, где есть страх, там нет любви. Поэтому как можно чаще обнимать надо. Гладить крылышки. Если подросток, обнимать женщину не должен обнять как-то так по-мужски отец. Если это подросток, нужно погладить ножки. Потому что есть китайская точка сопротивления. И когда ребенок лежит, и вы начинаете, просто по пальчику с собой поиграю. Дети, ну, какие у тебя ласты выросли. Так, шутку, шутку, шутку. И найти эту точку. Эта точка находится. Вот если вы голень разделите на три части, то вот это где граница между средней частью и нижней частью голени, изнутри. И так погладите немножко там. День придавить. Так незаметно. У меня есть очень хорошая техника. Как узнать судьбу и характер человека по пальцам ног. И это будет у нас на конференции. Мой мастер-класс. Один мастер-класс о чем говорят пальчики наших ног. А второй мастер-класс называется Жизнь без претензий, жалоб и обид. Это возможно? Возможно. Я вас всех люблю и всех поздравляю. Так. Итак, мы разыгрываем билет. Скажите, пожалуйста, куда билет делать? Ах, вот. Я думала, он же убежал. Со мной такое бывает. Так, все готовы? Все готовы? Кому же мы доверим вытащить один билет? Ну-ка иди сюда. Кому большинство нужно. Иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне сюда. Ну подойди. Давай. Вот ребенку. Как тебя зовут? Ромочка. Давай. Итак. Так, да. Скажи, Кручеверчок. 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 Держи. Кручеверчок. Кто же будет победитель? Нашим? Нашим делать? Конечно. Весь народ замер. Все пачкает. Читай. Угу. Поэтому вычитываете. Так. Дяченко. Кручеверчок. Синкин. Николай Тедосевич. Где? Я тут. Так идите сюда. Я вам сказала не уходите. Ну вот смотрите. Я же вам сказала не уходите. Спасибо. Спасибо. Сейчас. Тут народ сидит ждет. А ну вам будет звонить. А он ушел. Итак я вам вручаю билет. Вот здесь вот не 16, а 18 числа. Ладно? Я вручаю вам билет. Если вдруг вы сами не хотите прийти, чтобы мы вас поднимали, потискали, попотографироваться с нашими звездами. Если вдруг вы не хотите, тогда подарите какой-нибудь очаровательной женщине. Я сам приду. А, ну хорошо. Подай держу. Давай фотографируй. Сидит. Кто будет фотографировать? Ну вот она сидит. Директор? Директор. Спит. Спит, не то слово. С утра до вечера спит. Ей нужно... Причем? С утра до вечера спит. Ей нужно Иван-чай попить. Да ей не то, что Иван-чай, ей Ивану надо. А вы Иван-чай. Чай только в туалет бегать, а вот Ивана. Да? Ну вы сразу расшифровку дали. Ну да, смотрите. Скажите, сыр. Сыр, лучше бутерброд. Тогда уже садь. Ну что? Да что? Все, точно один раз? Света. Точно? А вы характеристы, вы видите, что это делается? Самый ответственный момент. Стойте, пожалуйста. Батарейка села? Нет. Она подошелка, поношелка, а теперь ей места нет на этом самом. Иди сюда. Мама! Держи. Давай. Так. Ну что, заниматься будем? Да, как же. Ну как же. Белико не будет. Еще раз. Скажите, сыр. Петр Бурок. Все? Так. Ну теперь я вас должна... Хорошего света, любовь, мы рождем. Так. Спасибо. А здесь телефон есть? Можно позвонить? Все есть. Там и телефон, и сайта. Там все есть. Елена, а в сайтах вы какие программы ведете, где вы все почитаете? Лично я? Да. Много всяких разных. Все на сайтах. А в сайтах несколько. А расскажите, как же есть. А? А ближайшие сайты какие? Кожайшие? 20-го числа. Кто придет 20-го, а также в 7 часов сюда. Разыграем еще билет на семинар. А что будет вы сегодня? Я не помню, я не должен написать. Что-нибудь хорошенько придумаем, замутим. Не переживайте. А? Можно все. Теперь можно все. Подходите. Так. Возьмите книжечку. Вот этот мой журналчик. Если вы увидите сейчас этот журнал, то тоже есть наша реклама. Материя мыслей. Вот. А теперь Лизбурбо. Я не только. Следующая наша конференция будет в феврале. Которая будет. Лизбурбо день рождения 14-го февраля. Мы в это время. Она, сейчас скажу, она 41-го года. Мы в это время, к этому времени подготовим конференцию. Которая будет называться так. Твое тело говорит. Услышь его. И там будет как раз больше практики здесь психологические. Там будет больше и психологические, и телесные. Она больше телесных занимается. Она нет. Почему? Она занимается 5-5 раз. А в чем отличие кардинальные? Ну, не языки. Ну, и Захай дает афирмацию, а Лизбурбо разбирается с травмами. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Всем все-все-все-влюбой. Как вы отвечаете, мешает вам, допустим, по сути, вам мешал вы сойти страх, вы его преодолели, а в случае с договором вам тоже мешал страх, но кто мешал, а потом на самом деле с собой. А как вы отвечаете за сопротивление настоящих, это действительно куда-нибудь? А, вот это, что уже безусловно сердце. Когда надо идти, куда не надо. Если вы идете с доверием, четко, спокойственно, вы знаете, что вам это нужно, поверьте. Вся Вселенная развернется так, что она вам поможет. Вы же знали, что вам нужно этот договор арендум? Вы должны быть в другой договоре. Понимаете, внутри меня, внутри меня я понимала, что это престижно в Олимпийском провести. Престижно.